Девчонки и мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать покупки, которые я сделала в ленте. Если честно, я была в шоке на кассе, потому что я даже не переводила деньги, думала, мне хватит и там на бензин заправиться, и там купить, и стоишь вот такая вот, проводишь карточку, а денег у тебя на карточке не хватает на те покупки, которые ты взяла. А реально вот смотришь, но ничего вроде бы не взяла, а в итоге заплатила просто фиговую тучу денег. То есть за то, что я вам сейчас покажу, я дала 4 тысячи рублей. Приступим. Значит, взяла я горошек, там по акции был. Сейчас, ну, я постараюсь как можно быстрее выложить это видео, чтобы вы, если что, смогли взять по этим скидкам. Хайнс горошек, не помню точно досконально цену, что-то около 60 рублей, там 56 либо 59 рублей халявное. Ну, естественно, салаты какие-то будут перед Новым годом делаться. Да, вы спрашивали для меня, что я покупаю родителям, что я куплю родителям на Новый год. Я им везу просто суммарий. Постоянно огромное количество всяких вкусняшек, одежду, косметику. Ну, то есть, как бы, им подарков достаточно, и не только в Новый год. Потом я взяла 6 соток кукурузу, Хайнс белую фасоль взяла, кукурузу еще глобус. Кстати, кукуруза глобус очень-очень вкусная, хорошая, несмотря на то, что она недорогая, она очень, получается, я бы больше взяла, но я представила, что мне это все наверх поднимать, и я немножко сбавила обороты. Потому что, если вот горошек и вообще всю продукцию глобус берешь, то она вообще со скидкой 40% была от 5 банок. Вот. Показывала я им фасоль в томатном соусе. То есть, белую фасоль взяла, красную фасоль, потому что, будем делать какие-то салаты, в любом случае пригодится. Если я никуда не поеду, то я поеду, если здесь нигде не буду отмечать, я поеду отмечать к родителям. Три банки кукурузы, потому что мы постоянно делаем какие-то салаты, горошек, чтобы все было такое вкусненькое и качественно. Ну, как бы для меня, потому что они бывают горошек покупают, я говорю, мам, ну вообще, могли бы что-то и другое взять. Потом печенюшки должны были по акции, но не стало уже разбираться, идти, чтобы мне возвратили цену, стоимость, разницу. А так они стоили, по-моему, 139 рублей со скидкой, а без скидки там что-то 164 рубля. Это не дешевые. Печенюшки Глюкон, или как там их называют, Гулон, Галлон. Вот. Вот эта фирма мне очень-очень нравится, безумно вкусные. Используется мука цельнозерновая и в качестве без сахара они с подсластителем. То есть, подсластитель мальтит, например, в сахаре используется. Я вот таких вот штучек, таких печенюшек наберу родителям, потому что у меня мама все с мальтитом ест, то есть, без сахара, с подсластителями разными, на диабете. Хотя и говорят сейчас, что это все, как бы, маркетинговый ход, что это все равно сахар, как бы, не снижает употребление продуктов без сахара, с какими-то подсластителями. Но взяла я себе печенюшки, потому что они мне нравятся, они очень вкусные, не сладкие, прям реально не сладкие. Обожаю вот эту вот фирму. Если мне... Ой, там если еще устанавливаешь приложение мобильная лента, то тебе даются какие-то персональные скидки, и мне, например, давалась персональная скидка, единственное, я не воспользовалась, не ездила за вот эти последние там две недели в ленту, хотя, в принципе, можно было заехать, мимо же как-то проезжала, я обычно езжу в Энгельсе на химиков, а мимо проезжаю всегда ленты, которые на кольце, и по идее можно было бы заехать, потому что мне там кое-какие глюка, нравятся печенья, это просто бомбически, я вам как-нибудь покажу, но они все хороши, вот я сколько брала, пробовала, они все хороши тем, что они практически не без сахара, то есть не сладкие, даже подсластитель, который используется, он в минимальных количествах там видно кладется. Взяла свои любимые оливки, мне как-то кто-то сказал, Настя, я взяла по твоей рекомендации, вскрыла банку, а они на крышке все заплесневелые, я не знаю, меня никогда, вот сколько брала, никогда подобного не было, вот в апреле они сделаны, даже у них срок годности три года, стерилизованные они, мне даже здесь больше нравятся коричневые оливки, они отстают от косточки, очень хорошо, я вот обожаю, вот когда не пакцы, я обязательно их всегда беру, вот такую банку, я вот думаю, что могло выйти у меня на такую сумму огромную, да, 4 тысячи рублей, но я вот взяла, видно вот эти оливки, они считаете, там 300 рублей, 266 рублей стоит, и вот такой вот кофе взяла, тоже мне нравится, понравилась бушида, я уж не знаю, чье это производство, но стоит Швейцария, изготовитель Швейцария написано, единственное, вот здесь вот с внутренней стороны есть наклейка, это то, что на русском языке, все остальное на иностранном языке, где-то на японском, где-то на английском, и это вот конкретно, именно это кофе, это кофе молотый в растворимом, мне очень нравится, я как-то брала баночку, прям в восторге от этого кофе, я его возьму к родителям, когда поеду, чтобы, ну, чтобы там хороший, вкусный кофе был, они так-то не особо любители, мне не пьют его, мне вот нужно там, и там найти, конечно, проблематично, именно хороший такой кофе, так что я оставлю до отъезда к ним, взяла вот такой вот сырок, он тоже по акции был, вот такая вот шайбочка, стоила 199 рублей, с томатами и базилик, неплохой достаточно, хотя изготовитель наш, написано, Ольдербург, там, типа, типа, германский, немецкий, кисыр, на самом деле, это российский сыр, но я как-то брала, только другой, неплохой, не знаю, не спустился ли он, вот такое вот сливочное масло, взяла, оно по акции было, без скидки, стоило 178, по скидке 99 рублей, кстати, как вы смотрите на то, чтобы я озвучивала цены, ой, кстати, классное масло, масло неплохое, я когда начнется, там, по-моему, то ли 8, то ли 9 декабря, будет скидка 25% на масло, я возьму свое любимое масло, которое я уже показывала, я вот была там, оно есть, возможно, никто-то написал, Настя, я не нашла масло, которое ты показывала, возможно, вы просто его просмотрели, потому что у него упаковка весьма невзрачная, я бы никогда, если бы без акции не обратила на него внимания, Мась, уйди оттуда, а потом я еще что взяла, кофе, кофе молотый, мне мой мастер по маникюру рекомендовал купить Starbucks кофе, но она, правда, для кофе-машины брала, капсульная кофе Starbucks, она говорит, мне очень понравилось, но я решила взять вот такой вот, напишите, кстати, кто берет Starbucks кофе, чем оно так знаменитое, и чем его так любят, и оно какое-то там популярное, я взяла мягкой обжарки, я не люблю темный кофе, не люблю крепкое кофе, я люблю такое мягкое, и вот взяла попробовать, оно прям молотое, а что у нас с производством, где оно производится, оно со скидкой тоже было, было прям, что-то 300 рублей стоило, а так оно без скидки рублей 500-600, где-то так, американская, по-моему, написано Америка, там с той стороны, потом я еще взяла, девчонки, да-да-да-дам, наконец-то по акции, мой любимый шоколад Риттер Спорт, появилась новинка, кокосовый десерт, скорее всего, этот шоколад уедет у меня к родителям, к Новому году, потом вот такое вот это какое-то печенье овсяное, овсяное печенье, с йогуртом, это тоже новинка, к Новому году появляются всегда у Риттер Спорта новые какие-то вкусы, потом с марципаном, с марципаном обожаю, взяла три с мятой, это мой любимый, он в темном шоколаде, по 79 рублей, вот пока по акции я решила взять, вот так вот он выглядит, еще взяла клубничный, это самые мои любимые, с начинками, поэтому я вот побольше их решила взять, это значит у нас с клубничкой или с малинкой, а это с йогуртом, кисленькая она такая, кисленькая, вкусненькая, с минимум сахара, сильно много сахара нет, а потом вот у Капитошки взяла, очень мне нравится, ему нравится вообще, в сливочном соусе, чтобы знаете, такой вот бересый был, прям с удовольствием ест, его больше всего любит, именно чтобы вот в сливочном соусе был, я вот в шесть упаковочек ему взяла, я ему после того, как чищу шерстью, это для нас такой ритуал, я ему даю какую-нибудь вкусняшку после этого, обычный хлеб, мне стало какой-то там другой хлеб брать, почитала в составе нет сахара, очень сложно найти мне удовлетворяющий, устраивающий мне хлеб, потому что если кладут сахар, для меня это просто сладкая выпечка, сладкая булка, я не могу с ним есть никакие там ни салаты, ни обычную еду, а как всегда, девчонки, туалетная бумага, тадададам, обычная, лентовская, ой, даже не лентовская, 365 дней, туалетная бумага, имейте в виду, а, ну я объясняла уже, почему я беру теперь обычную простую бумагу, потому что я не знаю, чем отбеливать белую туалетную бумагу, мне не хочется ссувать в такие, в интимные части тела, какие-то химикаты, а потом не поняла, почему у меня вот этот вот киндер батончик, был всего лишь за 23 рубля, он по акции, это там стоил 33 рубля, а я когда прошла, прошла когда на кассу, мне его посчитали за 23 рубля, удивлена, приятно была удивлена, но мне, знаете, компенсировалась вот эта вот штука, потому что она должна была стоить, что-то 139, а продали мне за 159 рублей, вот, я обязательно ценники проверяю, потому что очень часто не соответствуют ценники, одно дело вот на 50 рублей попасть, можно кофе, там, допустим, разница там 100 в 200 рублей, так что всегда за ценником следите, два гранатика взяла, они там что-то по 83 рубля были, какие-то вообще халявные по стоимости гранаты, полтора килограмма мандарин, там тоже на них акция была, если берешь что-то там, а, не, если берешь, просто до 5 килограмм, можно взять по 52 рубля, это самая дешевая цена, в магните, по-моему, по 55 стоил, бананы я себе взяла, одну штуку на коктейли, на белковые, которые я делаю, и еще у меня тут шоколадки, всякие разные шоколадки, это родителям, потому что они, это испанский вообще шоколад, изготовитель, да, Испания, импортер лента, те, которые импортируют, вот, по знаком лента, как правило, продукция, она дешевле, ну, видно, как-то оптом они берут для своих магазинов, правда, шоколад всего лишь 75 грамм, но стоил он на 69 рублей, я никогда такой родителям не брала, трапом, решила взять попробовать, и тоже он с подсластителем, стивиазидом используется, неплохой такой достаточно состав, ничего нету вообще лишнего, только вот стивиазид, подсластитель какао-масло, молоко сухое, дробленые ядра, ядра фундука, какао тертое, масло сливочное, даже масло сливочное, эмульгатор и ароматизатор, взяла всяких разных видов, это у нас, вот, с орешком, вот такой вот, обычный, по-моему, сливочный шоколад, сейчас посмотрим, да, масло сливочное, представляете, я впервые вижу, по-моему, уже давно они делают шоколад со сливочным маслом, это у нас 50% какао, это у нас с воздушным рисом шоколадка, и этот 80% какао, они были по 69 рублей, по акции был, первый раз пробую, такой вот беру шоколад, это у нас яблоко корица, и апельсин корица, тоже к родителям беру, чтобы у них там всякие разные вкусняшки были, такие, видите, новогодние, красивая бёртка, а вообще без скидки, они стоили там 200 с чем-то рублей, вот, потом вот этот шоколад, так-то он стоил 100, что-то 149 рублей, был со скидкой 50%, там 4 батончика, это мой любимый киндер со злаком, я обожаю его, 72 рубля, дорого, конечно, собака такая, но, блин, куда деваться, потом я набрала всяких разных салатиков, сейчас кушать буду, потому что я себе так-то особо ничего не готовлю, потому что на одну меня столько не надо, я все салаты выкидываю практически, не люблю, конечно, покупать приготовленную еду и в магазинах, но иногда что делать, потому что я не знаю, какими руками их там, ну, из чисто таких соображений, я не знаю, это в массовом производстве, одно дело, ты идешь в кафе, другое дело, когда это массовое производство, как бы, всякие люди бывают, кто-то чистоплотный, кто-то нет, ну, короче, я не всегда беру, то есть не люблю брать, но беру, потому что, как бы, на себя я не буду отдельно готовить салат, вот эти вот банки, которые вы видите, которые я взяла там, то есть мне легче купить, мне проще купить, мне дешевле купить, чем я сделаю салат, вот, допустим, сделать мне салат, не оливье, а как его зовут, крабовый, например, да, то есть купи крабовые палочки, купи банку куку, кукурузы, купи, что там еще, капуста туда, дай, вот, он выходит тебе, ну, не так уж ему мало, да, а ты его, я весь не съедаю, то есть это огромное количество, то есть это кастрюля получится, я столько не ем, вот, ну, там яйца еще нужны, и так далее, поэтому я вот везу эти банки, которые вы видели, консервы, кукурузы, к родителям, и там делаем салат, и я там наедаюсь, ну, либо можно вот купить в том же самом, в той же самой ленте, единственное, мне не нравится, они туда много, очень-очень много добавляют майонеза, сейчас не знаю, может быть исправились, взяла разные салаты, такие я не брала, салат какой-то, малибу, единственное, вот раньше они, девчонки, клали, ой, клали, у них было написано, на самом салате, что входит в состав, это не написано, и каждый раз надо смотреть, вот такой вот еще в салате какой-то, и вот такой, ну, я думаю, вам не интересно смотреть через обертку, и еще я взяла девчонки сок, по акции был G7, если берешь две упаковки, я два апельсина взяла, они по 75 рублей будут, это очень бюджетно получается, запаслась, мне на декабрь в принципе хватит, и еще взяла себе Pringles с сыром, периодически люблю, что-нибудь такое вредненькое, Pringles вообще люблю, обожаю, и были по 107 рублей, вот, вот представляете, вот эта вот сумма покупки, вот это вот все у меня вышло на 4 тысячи, ну, это просто нереально, я не знаю, что я такого взяла, я уже чек по 150 раз перепроверила, но если на шоколад, да, если шоколад мы посчитаем, 8 штук, даже 80 на 8 штук, то есть я на один шоколад, наверное, 1000 рублей потратила, ну, наверное, то на то и выходит, кофе там, и все остальное, ну, деньги, прям космос, ну, космос просто, ничего такого не взяла, то есть из того, что мы, из чего бы можно было приготовить, там мясо, рыбу, там еще что-то, у меня нету этого, в покупке там овощей какие-то, все какие-то перекусы, и все это, короче, немножко порезало мой бюджет, так, все, я на этом, девчонки, с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, желаю всех хорошего настроения, подписывайтесь, кто этого еще не сделал, если вам понравилось видео, то как-то его, оцените, прокомментируйте, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, ну, то есть, как-то оцените это видео, в любом случае, короче, как-то так, все, и подписывайтесь на канал, всем пока-пока, я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых встреч, Продолжение следует...